Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Михея. На очереди у нас шестая глава этой книги. Шестая глава тоже очень важная. В ней пророк возвращается к теме, которая поднималась во второй главе, к теме социальной справедливости и благочестия внутри общества, внутри народа. «Слушайте, что говорит Господь!» – обращается пророк к своим согражданам, к своим соплеменникам, израильтянам. «Встань, судись пред горами, и холмы да услышат голос твой». Горы и холмы здесь приглашаются в свидетели. Свидетели того суда, который производит Господь над своим народом. За что же осуждается народ? «Слушайте, горы, суд Господень, и вы – твердое основание земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Тяжба, состязание, суд у Господа с Израилем. Дальше выдвигается обвинение, судебное обвинение против израильского народа. Вот эта метафора суда часто используется судебного разбирательства, судебного производства, часто используется пророками, когда говорится о божественных судах над народом. Звучит прямая речь Господа, третий стих. «Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариан». Слышится как бы обида. Пророк используется этим антропоморфизмом, человеческим образом в приложении к Всевышнему Богу. И здесь вот это судебное предъявление, судебное требование, оно выражается пред этими горами, пред холмами, выражается вот этими словами, в которых слышится обида, слышится огорчение, слышится недоумение. Действительно, Господь ведь ничем не отягощал, ничем не угнетал свой народ. Наоборот, Он его освободил от угнетения, освободил его от тяжкого рабства, когда вывел из дома рабство. Свой народ израильский из земли египетской вывел с помощью Моисея, Аарона и Мариан. Здесь добавлено Мариан, сестра Моисея и Аарона. Она, мы знаем из книги «Исход», спела песню красивую. Она была также названа пророчицей, навиа, но чтобы она шествовала вместе с Моисеем и Аароном впереди народа израильского, выводя этот народ из Египта, об этом мы узнаем из книги Михея. Такая ей роль, такое служение не отводится в книге «Исход». А вот в книге Михея говорится, что Господь послал не только Моисея и Аарона пред своим народом, но послал вместе с Моисеем и Аароном и сестру Муше и Аарона, Мариан. Продолжается выдвижение обвинения. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Господь действовал праведно, правосудно во все времена. Здесь напоминается о тех важных, великих событиях, первая половина пятого стиха, о которых мы читаем в книге «Чисел». Нанял Моавицкий царь Балак, колдуна или пророка языческого Бильама, чтобы проклясть Израиль. Вместо этого Бильам против своей воли, помимо своей воли, благословил израильский народ. Естественно, царь, купивший этого колдуна, этого пророка Бильама, он разгневался, но сделать ничего не мог. И вместо проклятия из уст Бильама вырвалось благословение, и благословил этот Бильам, израильский народ. Все это было по замыслу Господню, по действию божественного промысла и божественной силы. Господь может заговорить кого угодно, и не только Бильама, но даже его ослицу. От Сетима до Галгал, Шетим и Галгалы, известные места в Иорданской долине, неподалеку от Ерихона, который взял Израиль и захватил под руководством Иисуса Навина. И Галгал был ставкой военачальника, верховного главнокомандующего израильских войск Иисуса Навина. Почему эти топонимы здесь упоминаются? Видимо, чтобы напомнить о тех великих событиях, когда Иисус Навин вел войны Господни. Хотя Шетим и Галгал расположены не так уж далеко друг от друга, эти места. Но здесь говорится от Шетима до Галгала. Это, видимо, имеется в виду по времени, по времени, временное, временное большое, протяженность временная. И вот надо Израилю все это вспомнить, чтобы познать праведное действие Господни. Как Господь праведно, милостью поступал, освобождая народ из Египта, освобождая от власти Моавитского царя, освобождая от проклятий, которые хотел наслать на него Бель-Ам, и руководя своим народом во время завоевательных войн и очищения Святой Земли от Хананиян. Такая история. Шестой стих. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным?» Кто это говорит? Говорит ли это сам пророк? Или пророк озвучивает то, что говорит весь израильский народ? От имени народа ли он говорит, или от своего собственного имени, мы не знаем. Возможно, от имени народа. «Предстать ли пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое, и плод чрева моего за грех души моей?» Звучит целая серия вопросов, чем угодить Богу. Множеством всесожжений, бесчетными потоками елея, там термин «рывовод» с десятками тысяч потоков елея буквально, огромными жертвоприношениями, или самым дорогим, что есть у человека, первенец, ребенок. Может быть, это Богу отдать? Может быть, этим как-то Господу угодишь? Понятно, что эти вопросы риторические, и то, что вовсе не в этом нуждается Господь, об этом мы услышим в следующих стихах книги. И важно, чтобы человек ходил с Богом, жил с Богом. Важно, чтобы человек жил по заповедям Господним, хранил верность тому завету со Всевышним, который был заключен, не занимался идолопоклонством, и чтобы внутри израильского общества было братолюбие, чтобы была справедливость. вот что требуется от человека. И дальше это объясняется, как угодить Господу. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Дальше перечисляются три вещи. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот как завоевать, как получить благоволение Господне, чтобы Господь благоволил к тебе? Как угодить Господу? Как быть угодником Божьим? Как стать богоугодным Богу? Объясняет Михей. Во-первых, действовать справедливо. Должна быть справедливость, праведные, справедливые отношения. Правда должна господствовать в обществе. Цдака или Мешпад, как говорилось выше, используются разные пророкам термины, пророками всеми. Но говорится о том, что внутри общества не должны богатые господствовать над бедными, не должны они бедняков угнетать, не должны у них земельные участки экспроприировать, отымать, не должны отбирать одежду, дома, не должны втягивать бедных землеобедневших собратьев в ипотечную кабалу. Правосудие должно быть справедливым, суды должны быть справедливыми. Богатый не должен подкупать судью, судья должен беспристрастно судить, невзирая на лица и отвергать подарки, которые ему пихают в пазуху ему богачи, чтобы осудить бедняка во время судебной тяжбы. То есть должна быть справедливость во всех сферах общества. От верха от царского дома до ам-а-арес, до простого народа, народа земли. Кроме этого, второй пункт, любить дела милосердия. Любить дела милосердия. Милосердие. Здесь термин такой, близкий к церковнославянскому. То есть, если взять оригинальный текст еврейский, речь идет о взаимопомощи между людьми. Эту солидарность, эту взаимопомощь, это милостивое отношение к ближним, к тем, кто нуждается в нужде. Вот эти дела надо любить. Не просто их по заповеди исполнять, потому что так требует Всевышний, а нужно полюбить эти дела милосердия. Быть милосердным от сердца. И, наконец, третье. Смиренно-мудвенно ходить пред Богом твоим. Смирение. Смирение. Хождение пред Богом. Точнее, хождение с Богом. Так переводится предлог им. Хождение с Богом. Очень важно, чтобы, когда ты ходишь пред Богом, то есть, когда ты исполняешь его заповеди, этим не гордиться. И не тщеславиться. А смиренно-мудренно ходить. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, сказано. Вот важно, чтобы человек верующий, благочестивый, он был смиренным пред Богом. Смирение – это осознание своего места в мироздании, осознание своего места пред Богом. Это очень важно. Нужно быть смиренным в отношениях с Богом, в отношениях с ближним. Все, что мы имеем, мы совсем скоро оставим. У савана нет карманов. И на гиммы вышли из чрева матери, на гиммы вернемся в землю, из которой взяты. Поэтому нечем тщеславиться, нечем превозноситься над ближним своими. Все, что дано нам, дано даром по благодати, дано от Господа. И все в Его руках, все в Его власти. Поэтому смирение – это как раз подлинность, это осознание того места, которое действительно тебе принадлежит. Все получено даром, по благодати. Если ты куда-то поставлен на какое-то место, будь смиренен, не превозносись. Самое ценное в отношениях между людьми, в межчеловеческих отношениях – это простота. Это простота. Мы должны просто и смиренно-мудренно относиться друг к другу. Если уж мы смиренны пред Богом, то Господь требует от нас смиренно-мудрия. То и между собой мы должны, наши отношения должны быть простыми. Какой бы высокий пост не занимал человек, и сколько много бы на себя, или на него, сколь много не водрузили бы власти, могущество порой, то это с точки зрения вечности ничего не значит. Потому что самое высшее звание, самое неотъемлемое звание и самое неотъемлемое положение, которое дано человеку – это человек. Это то, что человек создан по образу и подобию Божию, создан своим Творцом, и вот этого у него отобрать никто не может. И это с ним и останется после того, как он переступит границу своей жизни. Подлинное осознание своего места в этом мире, пред Богом и в человеческом обществе и делает человека смиренным. Это не смиренничание и не смирение пачи гордости, как говорят преподобные, это не ползать на брюхе, на карачках перед человеком, у которого власть. Совсем нет. Смирение – это подлинное осознание своего подлинного и истинного места в этом мире. Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Разве это не смирение? Глаз Господа взывает городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Опять звучит мессианское пророчество. Жезл – пастушеский посох. Это еще и символ царской власти, царя Скипетр. И вот он будет, пастырь Израиля, тот, кто поставлен Богом, Господом, его Мессия, помазанник, он будет в руках его, этот жезл, и он будет пасти свой народ. Опять образ Мессии, как пастыря, как пастуха, в руке которого жезл. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Вот, если они находятся, то этот дом нечестивый. Если в торговле, в торговых отношениях, у купцов, на рынке, если уменьшенная мера, есть ли какие-то, может быть, фальшивые гири, на которых совсем не тот указан вес, который заявлен, совсем не тот указан вес, который на самом деле, сколько они весят, то это очень отвратительно. Также уменьшенная эфа, уменьшенная мера. У пророка Амоса звучит обличение, и там говорят нечестивые, скорее бы новомесячие прошло, чтобы мы уменьшили меру или начали там обвешивать. Часто в советской торговле были такие нарушения, старшее поколение помнит, гири, были многочисленные гири, 5-килограммовые, 2-килограммовые, килограммовые, дальше 500-граммовые и так далее. У этих гирь ушлые жулики в халате продавца. Часто дно этой гири стачивали, и внутри она была частично полой, и залепляли, как там делали невидимую эту полость. Вот, и поэтому, если был написан там 5-килограмм на этой гири, это не значит, что обязательно именно 5-килограмм и весила эта гиря. Вот, то же самое было и во времена пророка. Мало что меняется с пророческих времен? Могу ли я быть чистым, с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Вот эти гири в сумме, гирями тогда служили простые камни, на которых было, видимо, какой-то краской написан вес. Вот эти гири, они были поддельными, обманчивыми, здесь названы гири, вот эти в кисе, в сумме. Не может человек быть чистым, если у него весы неверные, весы неверные и гири обманчивые. Ты обманываешь своего ближнего и хочешь, чтобы тебя Господь благословил? Ты хочешь угодить Богу бесчетными потоками Илея, множеством принесенного в жертву скота, и при этом после жертвоприношения идешь на рынок и обманываешь, обвешиваешь своего ближнего на базаре, то не может Господь к тебе в этом случае благоволить. Условием божественного благоволения и милости Божьей по отношению к человеку служит наша человеческая милость по отношению к ближнему и справедливость в наших внутри человеческих отношениях. Это потом будет вновь провозглашено в Новом Завете. Спаситель Христос актуализирует эту тему, разовьет ее в своем учении, в своих проповедях. Тексты все эти известны, и Нагорная проповедь, и другие тексты. Повторять их не буду, всех и так знают. Далее читаем. Продолжается пророческое обличение социальной несправедливости внутри общества. Так как богачи Его исполнены неправды, и жители Его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Вот это опустошение, это шемама постигнут израильский народ за неправду, за неправду в отношениях, за обманчивые гири в сумме, за уменьшенную меру и за ложь, которую каждый говорит ближнему своему. Когда в обществе все строится на лжи, когда ближний человек обманывает своего брата, старается за его счет разбогатеть, отымает то, что принадлежит ему, или хитростью как-то отбирает, в таком несправедливом обществе Господь пребывать не может. Это один из грехов израильского общества до вавилонского плена. К сожалению, процветало не только идолопоклонство и поклонение ложным богам, но была и социальная несправедливость внутри израильского общества. А там какой бы правитель ни был на престоле, кого бы вы не избрали быть руководителем страны, если внутри общества нет правосудия, нет правды, если внутри общества ложь, каждый обманывает, обсчитывает и обвешивает своего ближнего, то кого не изберите. Как вы, братцы, не садитесь, как сказал поэт Крылов, в музыканты не годитесь. Так вот, как же Господь поразит свой народ за такое? Ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то придам мечу, то, что неправедно ты собрал, неправедное богатство, придет враг и все силой оружия у тебя отберет. Будешь сеять, а жать не будешь, будешь давить оливки и не будешь умощаться и леем, выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Виноградный сок, точнее, здесь термин тирож, это молодое, еще не ферментированное вино. Оно не успеет взыграть это вино и не успеет стать вином, в собственном смысле слова, яин. Виноград собран, выжат виноградный сок, этот муст, тирож, молодое вино, но оно еще не успело перебродить и не успеет, потому что придет враг и выпьет его вместо тебя. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их, и придам я тебя опустошению, и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Звучат последние слова этой шестой главы книги пророка Михея. Что это за обычаи? Здесь обычаи это Хок, здесь Хукот, Амврия и Ахава. Умриды, Амврий и сын его Ахав царствовали над Израильским царством за несколько поколений до Михея. Особенно злым было царство Ахава и жены его Изевель, Иезавель так ее звали. Ахав и Иезавель они царствовали во время пророка Ильи. Об их царстве они рассказывают Третья книга царств. Это царство было ужасным. Ахав наущаемый своей нечестивой женой Изавелью Сидонской принцессой которую он взял себе в жены вводил в качестве государственной религии ваализм. Пророков господних преследовали и убивали. Истинный божественный культ в Израильском царстве был запрещен. Пророки в том числе Илья подвергались смертельной опасности и все это было во времена Ахава. Подробности в Третьей книге царств. А отца его звали Амврий основатель династии этих Амридов и иудеи как оказалось до сих пор хранят у себя вот эти обычаи эти законы что ли Амврия и Ахава. То есть поступают нечестиво поступают по их советам. Главным грехом дома Ахава и дома Амрия было идолопоклонство. Идолопоклонство обличалось в предыдущих главах но и социальной справедливости не было. Вспомнить хотя бы историю о том как Ахав при помощи своей жены Изавель или наоборот Изавель при помощи Ахава отняли у своего ближнего буквально человека живущего неподалеко от царского дворца отняли его наследственный виноградник убив самого этого человека с помощью лжесвидетельства на суде отобрали. Эта история удивительная она описывается в книгах царств. И вот за все это заедолопоклонство за зло в отношении ближнего как пророк говорил выше в предыдущих в ранних главах первых буквально пожирают своего бедного ближнего богачи дробят кости его в котел сдирают кожу с человека такие брутальные довольно образы использует пророк Михей вот за все это заедолопоклонство и за зло в отношении ближнего постигнет опустошение Шимама и жители будут приданы по смеянию враги над ними посмеются и понесет народ поругание и наказание совсем скоро это произойдет придут вавилоняне захватят иудейское царство разрушат Иерусалим сожгут храм и все сколь-нибудь значимые люди будут уведены в вавилонский плен в стране Израиля останется лишь которая уже перестанет быть страной Израиля к тому времени останется лишь незначительное количество людей самых простых и бедных ам-а-арец народ земли на этом заканчивается шестая глава книги пророка Михея но его пророчество продолжается впереди нас ждет седьмая глава запись делается для библейского портала Экзегет Продолжение следует...